Благодать и мир вам, дорогая Церковь Христова, дорогие братья и сестры, уважаемые друзья, которые с нами находятся, дорогие друзья, которые находятся не с нами в зале, но с нами в прямом эфире, мы, я рад начать этот Новый год в Доме молитвы и в таком торжественном богослужении. Это особое служение. И перед началом нашего рассуждения в проповеди я желаю поделиться местом Священного Писания. И в центре будет стих, который записан в Евангелии Луки, 22 глава, 14-15 стих. Евангелие Луки, 22-14-15. «И когда настал час, Иисус возлег и двенадцать апостолов с ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». Это слова Господа Иисуса Христа. Это особая встреча, когда двенадцать избранных учеников Иисус приближались от Дни Опрестоков и Пасха, когда народ израильский по повелению Божьему через Моисея, они совершали этот праздник. И ученики спросили, где повелишь нам? И он сказал им, «Пойдите, встретите такого человека, который несет сосуд с водой, и спросите у него, покажи, дай нам комнату, где учитель с учениками, с нами может провести Пасху». И он покажет вам, как мы сегодня вначале читали, горницу большую, устланную, и там приготовьте. Это были два ученика, Петр и Иоанн, и они пошли, встретили человека, как сказал Христос. Он с открытым сердцем предоставил им, и они приготовили. И все было готово, все готово. Это была ветхозаветная Пасха. Ученики знали, как приготовить ее, как провести ее. Это народ израильский принял от Бога и исполнял. Это не был таким стол. Это было по обычаю, по культуре Востока, где был в центре Дастархан. Там было все необходимое. Это записано в Ветхом Завете. Книга Исход. Прочитаем 12 глава, 8 стих. Пусть едят мясо Его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом, с горькими травами. Пусть едят Его. Это повеление было. Повеление было дано почти за полторы тысячи лет до рождения Иисуса Христа, за 1494 года. И оно исполнялось. Нужно было пойти и от стада овец или козлов взять однолетнего мужского пола без недостатка, привезти его в семью. И он должен находиться был при доме. 14 дней должно было его кормить, ухаживать за ним, а потом заколоть, испечь. Вы можете представить себе, когда семья израильтянина пошли, взяли ягненка годовалого, принесли его в какой-то загон, и две недели, 14 дней кормили, поили его. Дети привыкли к нему. Он с рук у них питался. А потом отец приготовился заколоть его. Может быть, сын сказал, папа, не надо. Он меня знает. Он ручной стал. Отец говорил, надо. Может быть, заменим его другим. Нельзя заменить. А что это значит? А это значит, сын. Что? Мы были в рабстве в Египте. И мы там были, как в железной печи. Это страшное время было. Когда мальчиков рожденных бросали в реку. Когда нас заставляли работать день и ночь. Это был непосильный труд. И мы его опияли к Богу. И Бог чудным образом спас одного из младенцев. И он вырос в доме фараона. И потом, когда он пришел разумом своим, он пожелал страдать с народом своим. И убежал из дома фараона. И потом Бог его воспитал и поставил вождем Израиля. И тогда Бог сказал, отпусти Израиля. А фараон ожесточился. И тогда Бог довел казни. В некоторых казнях мы участвовали. Эти были страшные казни. А потом было чудо, когда в Египте были казни. А там, где мы жили, в Сихем, там не было казней. А потом было повеление от Бога. Нужно было взять агнца. Нужно было приготовить его, заколоть и кровью помазать косяки дверей. И ночью спечь его, одеться, обуться в готовности и съесть его. А если кто не сделает, там пройдет ангел, губитель, и каждый первенец погиб. Если бы не этот агнец, меня бы не было живым. Если бы не этот агнец, ты бы, сын, не был. И отца моего не было. Это была заместительная жертва. Когда ангел-губитель справедливо шел исполнить суд Божий, он видел кровь, и он проходил мимо. И вот всякий израильтянин знал историю. За полторы тысячи лет не забыли. Когда забывали, приходило бедствие. И это постановление дал Бог. Но, дорогие братья и сестры, это постановление нужно было не для Бога. Это нужно было для человека, чтобы он жил и имел благо. А та душа, которая пренебрежет, она истребится из народа. Собрались ученики, пришел Иисус. В центре был агнец. Был хлеб, были травы горькие, было вино. Все предусмотрено. Одного не предусмотрели. По закону обычая того народа и времени, когда приходили гости вкушать пасхального агнца, они обязательно снимали сандалии свои грязные и омывали ноги им. Это делал слуга, раб. Или хозяин радушный, он, приглашая, мог сделать это сам или поручить слуге. А в этот раз никого не оказалось. Вы знаете, всегда в обществе есть человек самый находчивый, который всегда из любого положения найдет выход. Я бы из всех учеников сказал это Петр. Он всегда находил выход из любого положения. Но ему, наверное, даже в голову не пришло, чтобы ему сделать эту работу. Там был самый молодой Иоанн. Самый молодой. Тебе бы к лицу послужить, но никого не нашлось. И вот апостол Иоанн, который приготовил Пасху, который был с учениками, с Иисусом, Он описывает и говорит. Иоанна, 13 глава, с 4 стиха. С 3. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду, взял полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, Господи, тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ, что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь счастья со мной. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову. Иисус говорит ему, умытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь. И вы чистые, но не все. Здесь Иисус был с теми, которых избрал. Но среди двенадцати был тот, который не был омыт, который не был очищен, который не был освящен, который в сердце своем имел предательство. Это Иуда. И ему, Господь Иисус, склонившись, омыл ноги и не упрекнул. И потом он говорит, ниже, когда мы читаем, если знаете, блаженны, когда исполняете. И вот восемнадцатый стих. Не о всех же вас говорю. Я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание, и идущий со мною хлеб, поднял на меня пяту свою. Теперь сказываю вам прежде, нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озираялись друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором он говорит. Он, припадший к груди, Иисуса сказал ему, «Господи, кто это?» Иисус отвечал, «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде, Симону, Искариоту. И после этого куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежащих не понял, о чем он это сказал ему. А когда у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, «Купи, что нам нужно к празднику, или дай, чтобы дал что-нибудь нищим». Он приняв кусок, тот час вышел, а была ночь, когда он вышел. Это трагическое отпадение одного из учеников, из апостолов, который сознательно, добровольно поддался на серебро, чтобы предать Иисуса Христа. И он вышел. Когда Господь Иисус Христос по обычаю того он обмахнул кусок хлеба и подал Иуде, это было последнее исполнение ветхозаветней Пасхи. И вот здесь когда вышел Иуда, Иисус Христос, обращаясь к ученикам, говорит нечто новое. Тем, которые знали прекрасно, что означает агнец, прекрасно знали, что означает кровь, он взял в руки Евангелия Луки, 22 глава, 19-20 стих, взял хлеб и, благодарив, преломил и подал им, говоря, сие тело мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание. Так же и чашу после вечери, говоря, сия чаша новый завет моей крови, которая за вас проливается. вот они слова, которые сказал Господь Иисус впервые ученикам. Они прекрасно видели в центре стола агнца, но они увидели, взглядом своим обратили на того, о котором Бог сказал, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это было свидетельство от Бога и его произнес Иоанн Креститель. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот оно время, которое полторы тысячи лет исполнялось, и вот оно исполнилось. Иисус Христос говорит, тело мое, этот хлеб, который Он благословил, это тело мое, это чаша с вином, которую Он благословил, это кровь моя, которая изливается для прощения грехов. Вот оно установление новозаветней Пасхи. Закончился Ветхий Завет, закончилось значение, и оно важно было, и оно было символом, оно было подготовкой. И вот ученику увидели Господа Иисуса Христа, Агнца Божий, который берет на себя грех мира. Ученики были впервые на новозаветней вечере Господней. Апостол Павел позже, он примет от самого Господа и запишет слово в слово повеление от Бога. С того времени молодая первоапостольская церковь, и во все года церковь всегда исполняет это. и в центре нашего стола – это Господь Иисус Христос, незримый, но в центре символы – это хлеб, это вино. После благословения хлеб остается хлебом, он не превышается в тело, но это дорого для нас, для церкви, это святыня. Вино после благословения, оно остается вином, но оно напоминает нам кровь Иисуса Христа, она дорого для нас, поэтому мы относимся с благоговением, с осторожностью, чтобы не уронить, чтобы не пролить, это святыня для детей Божьих. Народ израильский понимал и знал, что пренебрежение, участие или неучастие в ветхозаветной Пасхе та душа истребится. Дорогие братья и сестры, то было установление Божьего, и это было нужно для потомка Авраама, Исаака и Иакова. Дорогие братья и сестры, вот она новая заповедь, вот он новый завет в теле и крови, оставленный самим Богом. И оно нужно не Богу, а нам, человеку. Но позвольте сказать, что не только Богу оно тоже нужно. Он не нуждается в этом, но Он в этом участвует. для меня дорого было прочитать. И сказал Иисус им, «Очень желал я иметь есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». Это было не Иисусу Христу нужным. За Него не было там жертва невинного животного. Он Бог, пришедший во плоти. И для Него, для омытия Его, для очищения Его, для освящения, для приближения к Богу, не нужна заместительная жертва. Он сам агнец, но Он очень желал, Он очень желал разделить эту Пасху с учениками и передать им Новый Завет. на протяжении почти двух тысяч лет уже совершается это в память Господа Иисуса Христа. И всякий раз, когда мы едим хлеб этот и пьем чашу эту, смерть Господню провозглашаем. И в ней участвуют дети Божии. Когда Господь Иисус Христос принес жертву умилостивления, справедливый, святой, праведный Бог был полностью удовлетворен. Кровь агнцев, которая проливалась полторы тысячи лет, она не могла изгладить грехи. Человек вновь и вновь делался грешным пред Богом и не в состоянии стоять. А вот о Господе Иисусе Христе нашем записано так Филиппийцам 2 глава 6 стиха. Филиппийцам 2.6 Он, то есть Иисус, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. Поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Справедливый Бог, его справедливость полностью удовлетворилась в пролетии страданий и пролетии крови Господа Иисуса Христа. Это была заместительная жертва. Дорогие братья и сестры, вот этот стих не совсем для меня понятен, но он дает благое размышление. Луки 22 глава 16 стих. Иисус сказал, «Ибо скажу вам, что уже не буду есть ее, пока не не совершится в Царстве Божьем?» Господь Иисус Христос Он совершит вечерю, совершит трапезу со всеми детьми Своими в Царстве Своем, когда Он придет, Христос это будет, я не знаю. Высокомудрствовать свыше Писания нельзя. Если я буду рассуждать, это будет сто процентов неправильно. Знаете, я родился и вырос в Киргизии, и у меня есть свидетельство об этом, с печатью, у меня есть паспорт той страны, правда, он потерял же силу, потому что я живу здесь. Живя здесь, в Америке, у меня есть паспорт, там печать стоит, я гражданин этой страны, но у меня есть другое гражданство. Братья и сестры, я Богу принадлежу, и моя жизнь постоянная, она в небесном Иерусалиме. Я имею свидетельство, оно записано в сердце, я имею печать, слово говорит, вы запечатлены духом обетованным в день искупления вашего. Я имею свидетельство, я знаю, что я буду на той вечере, когда соберутся все, Авраам, Исаак, Иаков, все праведники, апостол Иоанн, Петр, и Господь проведет вечерю. Я не знаю, когда будет, но по милости Господней на небесном перекличке буду я, потому что Он, имя мое, Он сказал, записал в день искупления. Дорогой брат и сестра, ты будешь на этой вечере там, на небесной, там, когда Он придет на землю и установит царство, и люди всех времен, которые Ему принадлежат, которые верою приняли Его, которых Он является Отцом, а Иисус искупителем, они предстанут с Ним, они воскреснут в новых телах. И вот там будет Великая, там поклонятся Ему все, небесные, земные и преисподние. это не значит, что все будут спасены и преисподние все преклонятся перед Иисусом Христом. и Пилат, который ради выгоды своей предал и те, которые распяли Его, и те, которые противились и из духовного мира, из людей-жителей, из людей воскреснут, увидят и поклонятся. Но поклонятся Ему не как Спасителю, а как Судье Грозному. Будет то время. А вот для того, чтобы мы, народу израильскому нужно было, чтобы они помнили ту печь железную, где они были, и как чудом Бог их вывел, когда вывел, а народ израильский, египетский, он первенцев погубил, и чтобы ангел прошел мимо, нужен был знак, кровь, и она спасла меня, спасла моего отца, спасла моего сына, моего внука. Дорогие братья и сестры, сегодня это необходимо нам. Один гимн прекрасно поется, чтоб не забыл твоей мольбы, чтоб не забыл твоей борьбы, чтоб не забыл твоей любви, голгоф у меня яви. И всякий день, когда вечер и Господня, когда этот праздник со слезами на глазах Церкви Христовой, тогда нужно мне вспомнить, если бы не Иисус, я думаю, может быть, я уже не был в живых, но если бы и был живой, если бы не Иисус, я бы не имел радости спасения, я бы не имел этого свидетельства, я бы не имел этого печати, я бы не имел гражданства на небесах. Дорогой брат и сестра, вот она радость твоя и моя. Но, знаете, радость не только моя, но вы можете подумать о том, что Иисус Христос, Он говорит, я очень желал с вами иметь эту трапезу. сегодня Господь Иисус Христос, Он является основополагателем этой заповеди и Он является инициатором. Господь Иисус сегодня, я верю, желает, дорогой брат и сестра, чтобы я и ты имели участие. Это благословение для меня, для тебя. Этим благословением Господь желает обогатить каждого из нас. Дорогой друг, а у тебя есть гражданство небесное? Я не спрашиваю, есть ли у тебя паспорт Кыргызстана, Казахстана, Украины, России, Америки. Не об этом. Это временное. И оно потом никому не нужно будет. У тебя есть свидетельство, что ты сын, что ты дочь Бога. если есть, мы сегодня будем вместе радоваться. А если еще нет, ты не решил вопрос, его нужно решить. Его нужно решить при жизни. Потом, когда придет время, и все небесные, земные, преисподни поклонятся, тогда вопрос будущности поздно решать. А сегодня время спасения. Сегодня Господь приглашает. Это делается так просто в молитве покаяния. А можно как-то по-другому? Нет. А можно как-то по-другому? Не хлеб и вино? По-другому как-то? Нет. Так Бог сказал. единственный путь это кровь Господа Иисуса Христа, которая омывает нас от всякого греха. И нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы спастись, кроме имени Господа Иисуса Христа. Сегодня можно прийти к нему и примириться с ним. Дорогой брат и сестра, быть может, ты по какой-то причине нарушил взаимоотношения с Богом. И вечер Господня, она святыня для церкви. И ты воздерживаешься от участия. Тебе нужно наладить отношения с церковью, отношения с Богом и иметь благословение. Позвольте мне в заключении прочитать место священного и сказать мысль, которая так как сквозь стекло сквозь туман показывает часть того славного собрания, которое будет, где Иисус Христос будет в центре. Откровение, 5 глава, 11 стих. Иоанн говорит, и я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев. И число их было тьма тем и тысяча тысяч, которые говорили громким голосом «Достоин агнец, закланный принять силу и богатство и премудрость и крепость и честь и славу и благословение». И всякое создание, находящееся на небе и на земле и под землей и на море и все, что в них слышал, я говорила сидящему на престоле и агнцу благословение и честь и слава и держава в веки веков. И четыре животных говорили «Аминь!» И двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. Дорогие братья и сестры, вот оно собрание будущего, вот оно славное событие, которое исполнится. И в центре будет Бог, сидящий на престоле и агнец Господь Иисус Христос. и заслуга Его на кресте Голгофском она будет иметь как правильно сказать, долголетнюю, многовековую, многотысячную, во веки вечную силу, значение, победу и честь. Агнец, который был заклан на кресте Голгофе, Агнец, который был казнен и умер, тот Иисус, который воскрес и как победитель воссел одесную Бога и в руках Его ключи ада и смерти и больше нет смерти. Она не страшит детей Божьих и Он Духом Святым возрождает детей своих для вечной жизни и Он запечатлевает и Он воскресит в день Он и это будет славное восхищение и воскресение всех для вечной жизни и тогда будет начало вечной славы и величия Сына Божия и Бога Отца. А сегодня Церковь собралась чтобы поклониться прославить потому что в Нем в Иисусе Христе моя жизнь твоя жизнь жизнь здесь на земле прекрасная и вечная жизнь Ему слава Аминь